Как вас зовут? Вадим. Вадим? Давай не получится. Вадим Викторович. Все, продолжаем. Начали. Мешит. Ага. Ага. От. 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 Юрина. Юрия Алексеевича. Поживающий там-то, там-то. Поживающий. Вторая. Намер. Это тоже будет урок. Не шутить. Никаких. Треться. У города Николаев. У вас шапка именно такая, что сейчас напишите на муха. Это шапка. Тайка не нашу пьян, ни кем не перепутать. Вот эта-то вот. Не знаю, вечеринно, в свободное время занимаюсь. Шутите. Нет, шутите. А когда не шучу, то я знаю мнение. Прошу вас. Так, вы давайте всю фразу диктуйте, а то я сейчас прошу вас. Всю фразу. Простить меня. Простить меня. Простить. Нет, нет, нет. Прошу вас, запятая. Я больше не буду. Не применять зиму. Да вы не зиму. Возмездие. Нет. Каких-либо разбирательств прекратить. Я же уже писал это. Ну. Каких-либо разбирательств. Да. Каких. Либо. Либо. Это хорошее предложение. Разбирательств. Разбирательств прекратить. Прекратить. Я даже подчеркну это слово. Можно подчеркну? Это ж не разукрашка, это заявление. Прекратить. Да, ну, пускай. Разбиратель. По ранее написанному мною заявлению. Так там нормальное заявление написано, что никто меня ничего не... Я никаких претензий не... Я понимаю. Я понимаю. По ранее написанному мною заявлению. Как у вас ручки, выдают вам или своими приходят? Да, 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 да. Своими приходят. Я не знал, что у вас у участковых даже машин нет. Да, какой? У меня машина, знаете, какой-то... Пешком ходите? Да. Жуть. Ну, я что это? А как сейчас можно успеть всю пешком ходить? А райончик у вас, наверное, мало дорогая? Нет. Мой район получается сейчас на данный номер от Пушкинской до Московской, нижняя, ну, нижняя набережная, вот самый центр до Чкалова. Как вы так занялись на вторую набережную? А потому что я как раз на сутках был, ну, на суточном дежурстве, и я пришла это заявление. Мне пришлось принимать решение. Вот так. Так, я забыл. Вадим? Вик. Вадим Викторович, я вам скажу, что вам... Ну, тут как по-разному. Одни говорят, что повезло общение со мной, другие говорят, Юрий, мне бы тебя не видать. Поэтому не знаю. Время потом покажем. По написанному мною заявлению... Так как претензий никому не имею. Так как претензий... При или прет? Пре. Точно претензий? Да. Однозначно. Претензий. Пре-тензий. Ребят, не спорьте. Пре-тензий. Пре. Хроматей. Ни... 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 Ну, то я забыл. Потому что она больно кусается. Хорошо, не вопрос, а... Ну, претензий никому не имею. А потом претензий никому... Пишите, телесное повреждение получили по собственной неосторожности. Да, напиши. Потому что пришли материалы с указанием... Интересный повреждение. Уточни, печалка, вкусилочек, автоломбиль ударился по собственной неосторожности. Что я норму желаю. Ну, вы мне... Ха-ха-ха. Да, мои люди. Не страшно. Все. Все, тушка. Да, мои люди. Все, больше ничего не будет. Я же вы, 16-й. А расписаться? Ну, расписаться будет, авторах, может, все. 16-й по счету, да? 16-е, 10-е. 10-е. 2010-го года. 10-е. Все, это последнее заявление. Я бы, 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 да. Но с вами я хочу дружить. Если мне еще будут произойти материалы, то я бы, да. Подать еще вашу визиточку звонить, то я бы буду идти. А, да, не, 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 конечно же, позвоните, я подъеду, что-то. Вы ко мне звоните, если есть визиточка у вас. Ну, моя, моя, да. Ну, да. Там, если в районе там наркотуры притарговывают, нет, где у вас? У нас, нет. То есть, они не делают. Пиво деткам продают? Да, да. Пиво деткам продают? Пиво детям продают? Пиво детям продают. Ну, а вы, как бы, не, как, это же не ваша тема, да, вот, пиво детям продают? Да, есть отдельно служба по делам несовершеннолетних. Хотя они занимаются делом детям. Ну, а наркотиками, это же чисто ваши участковых? Ну, наркотиками, да, ну, вообще, это, ну, служба по борьбе. Ну, а вам, допустим, это сегодня у вас прием населения, да? Да, да, да. Чего-то никого нет, я думаю, очередь была. Так как они живут в очередь, он свяжу, печатаю эти материалы. Вот сейчас ваш, приходят жаловаться люди, что, вот, там, продают наркотик где-то, или нет? Боятся? Боятся? Ну, вообще, они приходят, боятся. Вообще, основном, он жалуется, там, сосед, кто-то кого-то, там, оскорбил. Или, там, а сколько вы уже участкового работаете? Ну, я начинал с 2005 года здесь. Десять лет? Нет. Не, вообще, вот, честного? Чего это здесь? Пять лет. А, 2005. В 2005 году я отработал здесь, потом, ну, два года, потом отошел в транспортную милицию, перевелся, два года отработал, потом сейчас опять вернулся, ну, год я, общий стад от участкового, сколько у вас? Общий стад? Именно участвовал? Три года. Три года, да, я на участкового. Ну, после три года было бы одно заявление, ну, соседи, было бы. А если это бывало, то как анонимно. Но вы же на нем не рассматриваете ли тоже? Ну, вообще, они, ну, вы, как сотрудники милиции, обязаны проверить. По находиму, да, данную информацию. А не анонимные? Ну, таких у меня не встречал. Не встречалось? Нет. Ну, вы же частный сектор, да? Тоже? И есть частный, есть на Наташке. Да, в самом частный сектор, а там, где вы живете, на водопой, на ракетках, ну, да, танцы. А тут огнем, ну, есть чуть-чуть, как бы, царь. Ну, как вы думаете, вот сейчас же эксперимент такой в Николаеве проходит. Общественность вместе, вместе с правоохранителями, вместе с родителями, ну, самое главное, вместе с родителями, побороть наркоторговлю в Николаеве. Ну, не то, что побороть, а как бы остановить детское пьянство и детскую наркоманию. Это возможно сделать? Это возможно сделать, но сейчас такого нету, как раньше было. Вот, например, как раньше, помню еще те периоды, когда я учился в институте, когда наркоману можно идти там где-то и увидеть, как он ходится. Сейчас такого же нету. Какого вы года? Я 83-х. Как мой сын. 27 лет. Да, вы как мой сын. Тоже 83-х. Угу. Да, сейчас такого нету, потому что, слава Богу. Слава Богу, сейчас такого нету. Когда они сидели, не, ну, вы не помните еще, когда они сидели вообще на Советской. На Советской, наркоманы? Вы сидели на Советской, это я помню. Наркоманы прямо на Советской. По кружок сидел. Это я точно говорю. Мои, кто, мои, допустим, 79-й год, 80-й, вот до армии, я в армию пошел, 80-й год. 76-й год, 77-й, точно убедешь по-советски, такой кружок такой, 6-7, сидят на курточках, таких в турецкой, молдавских этих тапочках, молдавских тапках, я в пленах. Там было. Поздыхали, да, те наркоманы поздыхали, но сегодня другие наркоманы. Ой, это не к вам, это да, это не к вам. Но, что нужно сделать, как вы думаете, что нужно сделать, чтобы восстановить вот этот институт доносительства? Чтобы все-таки, если ты живешь в своем доме, если у тебя в округе торгуют наркотиками в пределах 20 метров, ты однозначно это будешь знать. Однозначно. Вот я когда приехал к себе на вторую набережную, у меня через два двора торговали наркотиками. Через два двора. Это было 7 лет назад. Я закрыл. Потом мне понадобилось чуть-чуть месяца два, наверное. Я обращался к гуселу прям, а не напрямую тогда. Ну, что надо сделать? Что нужно сделать, чтобы народ не боялся обращать милиции? Это как бы одна из главных задач, или то, что я обещал вашему полковнику, следующее вы обещали. Ну, в первых, я думаю, что если вот как в телевизионных, ну там, в странах тех, вот как принято, ну, как или человек обидит, что на красный свет пошел, да? И стучит. И он пошел, короче, позвонил. Да, да, да. Он так как-то выжать, да? Да, точно, точно, 100%. Надо, я в первую очередь... И дал ему приметы, как у человека, да? А если одна интервала... А в первую очередь надо начать с того, что человек за скрывательство. Ну, то есть, если он увидит правонарушения и тому подобное, или даже тех самых соседей, наказывать в первую очередь соседи, что они видят, не говорят. Тогда вот это... Тюля с них хватит. Нет, не, наказывать не в таком там административном. Да они и так наказывают. Ну, поверьте мне, те соседи, которые живут вокруг наркоманов, мне ведь что сказали? Почему мне сказали, что я... Я вещам... Частный дом. Видели, какая у меня красота? Речка там. Да, частный дом. Я так выхожу так на раскладушку, на улице сплю, а мне соседка говорит, а вы на ночь раскладушку заносите домой. Я хочу... У нас там алюминисты дадут и руки наркоманы. А вот это на череда, она такая бытина, какой-то мне там молоко через два дома торговали. Там у нас тут наркотики не торгуют. Ну, там водобой там проедет. Там опережание. То что нужно сделать? Что нужно сделать? Вот я пообращаюсь к вам. Я же говорю, первую очередь соседи наказывают. Не соседи, я говорю, тот человек, который увидел правонарушение, что он скрыл, зато его типа наказывать. И тогда система покрутится, покрутится и будет как... Не, ну в случае с наркотиком это сложно. Ну, я не говорю наркотик. Нет, я говорю, исключительно наркотик. Я говорю, исключительно наркотик. Понимаете? И вот, как бы так вам сказать, как бы привязать из 85 комментариев, вот на меня, на мое это объявление, что меня на Бобиле, было 85 комментариев. Где-то с хороших десяток было таких комментариев. И он наконец-то ему дали по голове. Наконец-то. Потому что допросился. Как бы... Потому что я влез в эту тему под названием ликвидация детской наркомании, детского пьянца. Конечно, какой-то период времени, я не знаю, сколько там месяц-два, я все-таки оборачивался там по сторонам, шугался. Ну, страшновато было, реально страшно. Но когда я познакомился с вашим начальником, когда я познакомился с Артуром Мериковым, когда я познакомился с обновленными ребятами, я перестал этого бояться. А я понял, что с такими милиционерами боялся нефиг. Нефиг бояться тех подгонков, тех накобарых. Как сделать так, чтобы... Вот не один я был. У меня не выше я беру, я вообще трусливый. У нас в общем, как сделать? Как сделать? Как это перебороть? Товарищ капитан, ну вот подскажите, давайте мне сегодня, я вам оставил свои координаты, я очень давно хотел познакомиться именно с тем человеком, который непосредственно вы ходите по району, непосредственно. Вот если вы в своем районе, вот видите, вы говорите, что за три года ни разу вы не смогли... Ну, не было у меня тогда. Ну, слава Богу, слава Богу, что нет. Но мне почему-то кажется, что это просто бояться. Просто бояться говорить. Хотя молва, ну, человеческая молва, там разговоры. Да это все крышует участковый, да это все крышует одно, да это все крышует. Я могу точно сказать, херня все это. Херня. Пишешь? Пишешь. Не все крышует, далеко не все. И если и крышуют какие-то подонки, то я знаю офицеров, вас, милиционеров, даже не прокуратура, даже не СБУ, а ваших милиционеров, которые будут рвать их на куски. Как нам сделать, чтобы поломать вот эту боязнь, поломать этот страх среди людей? Ведь если торгуют наркотиками, однозначно в радиусе 20-30 метров соседи должны знать, сто пудов должны знать. Я уже молчу за родителей. Если родители сто пудов должны знать. Ладно. Товарищ майор, будешь майором. Будешь. Будешь однозначно. Спасибо. Выключаем.